Дана бесконечная последовательность цифр. Докажите, что для любого натурального числа n, взаимно простого с числом 10, можно указать такую группу подряд стоящих цифр в этой последовательности, что записываемое этими цифрами число делится на n. Я очень хорошо помню, что в детстве мне, ну и не мне, всем давали такую задачу. Написано много-много-много единиц. Докажите, что найдется число, в десятичной записи которого только единицы, которое делится, ну, например, на 1979. Ну, дальше берется какой-нибудь год, лишь бы он не делился ни на 2, ни на 5, да? В общем виде, оказывается, не обязательно, чтобы это были единицы, любые цифры. Решение очень простое. Вот представьте себе, что у вас есть эта последовательность. на набережной длинной, а вот там цифры a, b, c, 2, e, f, g, h, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте я расскажу на примере числа 7. Делаем очень просто. Пишем числа h, g, h, какое там еще бывает число, f, g, h, e, f, g, h, h. Ну, это а, b, c, d, e, h, h тоже. Этих чисел 8. Каждая разделим с остатком на 7. Когда-нибудь остаток состоится, потому что 8 больше, чем 7. Ну, например, число b, c, d, e, f, g, h дает такой же остаток, как число f, g, h. Вычитая, получаем здесь 3 нуля, а здесь цифры b, c, d, e. Но n было взаимно просто. Вот у меня 7 взяло просто с 10. Поэтому то, что число умножается на 1000, не влияет на делимость на 7. Значит, вот это число должно делиться на 7. В принципе, можно было, конечно, что-то постараться сэкономить. Вот когда 7 взял, не обязательно было брать 8 чисел, можно было взять 7 и сказать, что либо там уже есть остаток 0, либо только ненулевые остатки. А тогда среди них найдутся 2 числа с одинаковыми нулевым остатком. Но это неважно, потому что все равно задача была сказана про бесконечную последовательность. Намного интереснее другое. Если вы возьмете в частный случай забор из единицы, то получается, что для любого n можно так написать, если они делятся 2 на 1, единицы в некотором количестве r, что это число будет делиться на n. Ну, только что по пункту приведем, это отказано. Ну, заметьте. Ну, или можно с самого начала записать 9, что удивительное число тоже будет делиться на n. А что это такое? Это 10 в степени r минус 1. Что значит делиться на n? Ну, это значит, что n умножить до какого-то нейморального числа. И теперь возьмем любую дробь со знаменателем n. n умножить до какого-то нейморального числа. Ее можно записать в таком виде. ak разделить на nk. Вот. Это что такое? Это ak разделить на 10 в степени r минус 1. Это есть целая часть плюс дробная часть. Но как выглядит дробная часть? Ну, это какой-то числитель, а знаменатель и то же самое, если в степени r минус 1. Ну, вот здесь, конечно, могла быть сокративная дробь, но не так важно. Но важно, что такое разница верна. И значит, у нас дробь со знаменателем n записывается так. Вот так вот есть целая часть, а потом идет период длины l. И нужно просто написать вот это число и повторить его бесконечно, периодически.